Вы знаете, оглядываясь вокруг примерно 10-15 лет, я прихожу к выводу, что мы сполна решили свои все экономические, социальные, политические задачи, выполнили свою историческую миссию, поэтому имеем шикарную возможность, роскошь, заниматься чушьей. И одна из таких чушьей последние 10-15 лет связана с темой Сталина, темой реконструкции сталинизма. Причем движение идет здесь как справа, так и слева. С одной стороны, апологетика, которая направлена на реабилитацию определенных эпизодов, не в полном объеме, конечно, сталинизма и Сталина. Для того, чтобы использовать результаты этой апологетики в целях решения определенного круга задач, большинству непонятных, но, в общем-то, совершенно очевидных, связанных с самосохранением со статусом его нынешнего начальства Российской Федерации. А с другой стороны, панический страх, идущий от либеральных кругов, страх того, что вот это сможет произойти. Должен вам заметить, что как апологетика, так и страх возможностей того, что это апологетика, вылиться в какие-то реальные результаты, построено на полном отсутствии зачатков исторического мышления. Такой своеобразный исторический инфантилизм современных людей. Причем меня поражает то, что, в основном, со стороны либерально настроенной общественности, которая вроде бы имеет образование, является культурным людьми, имеет место полное непонимание, фактической невозможности того, о чем мечтают их оппоненты, о чем мечтают реабилитаторы. Понимаете, это вот взгляд такой на историю, как на кинопленку, которую можно перемотать в обратном порядке, найти нужные кадры, пропущенные или забытые, ведь ножнички, порезать все это дело, и нужные кадры поставить вперед в современность, а еще лучше в будущее, для того, чтобы... В современности в самороке очень много, потому что тут требуют результатов, подтверждения, эффективности и так далее. Лучше в будущее, для того, чтобы это в качестве таких маячных кадров освещал наш дальнейший великий путь. Вы знаете, ну, еще раз я подчеркиваю, объективное, историческое, я бы сказал, вот словами Маркса, естественное, историческое невозможности этого очевидно любому сколь-нибудь мыслящему человеку. Мы живем в 21 веке. Веке, в котором воплощать идеи сталинизма в нашей стране, в нашей стране, подчеркиваю, можно с таким же успехом, как ныне Биру, как в Войной Галактике, так в параллельной Вселенной, потому что это совершенно другой мир. Для того, чтобы воскресить Сталина, для того, чтобы у сталинизма была перспектива, необходимо просто-напросто воссоздать ту страну, тех людей, потому что страна – это прежде всего люди. Мысли, переживания, чаяния, надежды, обязательно шаблоны и стереотипы, которых я подчеркиваю, привидимость их наличия у наших современников, просто нет и быть не может, потому что они были ответы на определенный образ жизни, на определенные обстоятельства жизни. Нужно воссоздать всю социально-историческую обстановку, включая международную обстановку. Нужно воссоздать планету Земля, на которой был СССР, в котором правил Иосиф Виссарионович Сталина. Нужно вообще выдрать, условно говоря, кусок Вселенной с этой планеты, с этой страной, учитывая, я не знаю, расположение звезд, от которых доходил именно в этот момент свет на нашу планету, геомагнитные бури, парад планеты, чего хотите. Если у вас такой эксперимент удастся, то вы можете вполне рассчитывать на то, что с некоторой долей вероятности, потому что речь идет все-таки о человеке, и о человечестве, а штука эта противна, потому что тут постоянное расхождение целей и результатов, целей и результатов плана, планируемого и реального воплощения, замысла и реализации, даже при прочих равных условиях. Кстати, должен сказать, что даже наиболее рьяный апологет Сталина и сталинизма, это люди 21 века, начиная от последнего айфона и персонального компьютера, и, кончая всем остальным, они пользуются исключительно правами и свободами, характеризующими самосознание людей 21 века. А эти права и свободы являются, ну уж извините, результатом истории либерализма в значительной степени, как бы к нему ни относиться. Я это еще хорошо помню 70-е годы. Вот если их перенести туда, этих людей, я думаю, что им вообще не очень комфортно пришлось бы. 20-й съезд уже прошел. Помимо того решения, которое нужно было, конечно, вынести, здесь из-под пошла другая сюжетная линия, связанная с вытеснением фигуры Сталина. Он только изредка появлялся там в хрониках, в фильмах, которые связаны исключительно с войной, это вот события, из которых эту персону выкинуть никак не было возможно. Он в нескольких местах возникал в учебниках, и все. Потому что уже тогда было осознанно, что мы живем в совершенно другом мире, в мире, который совершенно не похож. В 60-е, 70-е годы, я подчеркиваю. В мире, который совершенно не похож на мир 40-х, 50-х годов. И вот это вот тот груз, который тянет, который не позволяет вообще встроиться в великой стране, а мы уже еще отставили тогда дело мужчину. Кстати, нужно реконструировать еще и производящую страну, и развивающуюся страну. Помимо всего прочего, чтобы получить... Товарищи Сталина, кстати, кандидатуру вы придумали, а человека же еще должен найти. Большая задача. Так вот, все, что было связано со Сталином, вытеснялось. А люди, которые занимаются апологетикой Сталина, в значительной степени делают это на грани интеллектуального фола, в очень экстравагантной форме, и я думаю, что они, скорее всего, заинтересовали бы, в первую очередь, компетентные органы, возможно, даже врачей-психиатров, хотя, конечно, без всякого сомнения, речь идет не о патологии, но врачей-психиатров тогда интересовало, как раз не патология, и эти были люди, люди чувствовали бы сейчас, а не тогда, изгоями советского общества. Я вас уверяю, это было бы. Ну, а что касается панического страха, то он контрпродуктивен, потому что он сеет в определенных кругах, которые вообще, по идее, созданы для того, чтобы думать о своей стране, о ее будущем, творить ее историю, историю 21 века, они вселяют безысходность в этих людей, в их умы, особенно в неокрепшие сознания, которые вообще, вот, говоря с малодежью, я прихожу к вовлю, что они просто не понимают смысла вот этой схватки. Дорогие друзья, призываю вас выбросьте чертовой мать из своих голов это идиотское противостояние современного, современных условий. Сталинизм и антисталинизм. В это можно только играть и завидеваться. Изучайте историю. Слава Богу, сейчас есть такая возможность. А главное, займитесь, наконец, творчеством своей истории 21 века. не просто новейшей, а сверхновейшей. Удачи вам. Игра. Продолжение следует...